Привет, друзья! Сегодня мы находимся на точке Crash House 2, Санкт-Петербург, старая деревня. Обалденная точка, установка, огромный зал, комбики кругом, звукозащита, звукопоглощающие вот эти все штуки крутые, я не знаю, как они называются, неважно. Сегодня мы тестируем микрофон BM800. Поехали! Комбинация оборудования, которое у нас участвует в первом тесте, это микрофон, поп-фильтр, идущий в комплекте, идущий в комплекте кабель. Кабель вставлен у меня в пульт, на другом конце мини-джек, здесь фантомного питания у меня нет. То есть, видимо, производитель рассчитывал на то, что у нас есть фантомное питание через мини-джек, но, как правило, такого нет. Фантомное питание, на мой взгляд, насколько я знаю, подразумевает все-таки вот такой разъем. Второй тестовый комплект будет идти уже вот с таким кабелем. То есть, как видите, на одном конце он микрофонный, вот он. На другом конце он идет очень хорошо вот прям вот сюда. Вот так он вставляется. И, собственно, это будет второй комплект. И также в этом же тесте он посоревнуется, этот конденсаторный микрофон, посоревнуется с обычным микрофоном, тоже от Behringer, как, собственно, и этот Xenix. Да, мой микшерный пульт, он же аудиоинтерфейс. Это, естественно, обычный вокальный микрофон, достаточно бюджетный тоже. Послушаем, как он звучит по сравнению с BM-800. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Там она... Высоко! Окей, вердикт теста номер один. Естественно, оборудование необходимо использовать так, как это предписывает ему инструкция. Если в инструкции пишут «дайте ему фантомное питание», «дайте ему фантомное питание». С этим вполне все понятно и логично. Как же он на самом деле звучит? Ну, обратная связь. Как я себя чувствую, когда я пою в те или иные микрофоны? Итак, без фантомного питания этот микрофон звучит хуже, более плоско. Он теряет многие частоты. Как я понимаю, он теряет много середины и теряет, в принципе, очень... Ну, то есть ощущение, что у тебя звук сжимается очень сильно. Ну, естественно, громкость. То есть у него уменьшается чувствительность без фантомного питания. Не знаю, чем руководствуется производитель, когда кладет вместе с ним в комплекте мини-джаковский кабель. Но, естественно, к нему необходимо будет, скорее всего, докупить другой кабель с другим разъемом или перепаять. Но это вообще жестко, конечно. С фантомным питанием, как сейчас, например, я в него говорю, да, и мне звук идет наушник прямо с пульта, я его слышу. На мой взгляд, это наиболее комфортная ситуация. То есть он очень чувствительный. То есть чем ближе я к нему подхожу, тем лучше слышны все вот эти вот маленькие грехи, маленькие детали в моем голосе. И дыхание, конечно, тоже лучше слышно. Перегрузить очень легко при этом, конечно. Намного легче перегрузить его с фантомным питанием, чем без фантомного питания. Там ты можешь орать прямо в микрофон, и он не будет перегружаться. Он будет просто такой, что ты хочешь, елки? Да, в общем, полное дерьмо. Мой Behringer, как оказалось, естественно, не подходит для записи. Этот микрофончик дешевый. И, естественно, как бы подходит только для репетиций с кучей инструментов. Он достаточно хорош в том плане, что он мало ловит шумов. Это мембранный микрофон, естественно, направленный. Направлен на то, чтобы в шумном помещении, в шумном окружении слышно было только тебя. Чтобы он ловил только твой голос. Соответственно, петь в него необходимо. Прямо в него никуда не отклоняешься, не отходя, прямо держа у губ. Потому что это совершенно другой тип микрофона. Но, тем не менее, интересно было послушать, как он будет звучать наравне с этим. По крайней мере, мне. Это же моё дерьмо. Проходим к тесту номер 2. Для нашего следующего теста это, как уже здесь есть, микрофон с родным поп-фильтром. С родной нахлобучкой вот этой. Далее мы с этого микрофона снимем нахлобучку. Оставим его вот в таком виде. Посмотрим, как он будет звучать. Какие будут ловить шумы, в отличие от. И плюс у меня есть поп-фильтр, который я использовал уже давным-давно. Купил, использовал для записи. Он немножко, конечно, не такой, как все привыкли. То есть это не тканевый, а металлический поп-фильтр. Но функции должны выполнять те же самые. I watched the world flow to the dark side of the moon. After all, I knew it had something to do with you. I really don't mind what happens now and then. There's only you'll be my friends at the end. Окей, на мой взгляд, предварительно, естественно, предварительно. Мне кажется, что через поп-фильтр звучит это все намного более качественно. Но это только моя обратная связь. Вот именно через то, что я сейчас слушаю и то, что я слушал во время теста. Третий тест, естественно, на дальность. То есть мы оставляем вот такую конфигурацию. То есть у нас теперь есть фантомное питание, поп-фильтр, который тоже, кстати, стоит денег. То есть необходимо будет его докупить. И теперь мы проверяем дальность. Насколько далеко меня будет слышно и насколько хорошо меня будет слышно. Примерно так. Мы возьмем три дистанции. Это, собственно, непосредственная близость. Это где-то вот здесь. И где-то вот там. Хорошо объясню. Берите с меня пример. Берите с меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Вот. Но в этом плане с гейном все хорошо. Если у вас неплохой аудиоинтерфейс. Ну, естественно, как и со всем. Конечно же, я не планирую всю жизнь петь в этот микрофон. Но, тем не менее, были просьбы протестировать его. Я надеюсь, я отчасти с этим справился сегодня. Можно сказать, что микрофон неплохой. Но, тем не менее, как видите, нам понадобилось дополнительное оборудование для того, чтобы заставить его звучать нормально. Ну, типа, вкусно. Типа, хорошо. Конечно же, речь не только об этом микрофоне. Нет, не любой. Не любой микрофон потребует поп-фильтра. Потому что есть микрофоны со встроенными поп-фильтрами уже. И у этого есть небольшой намек на это. Но это не совсем так. И комплектация, с которой он идёт, это такая... Да, все эти штуки, которые сейчас предохраняют... От которых мне сейчас предохраняет поп-фильтр нормальный. Ну, более-менее нормальный. Окей. Что ещё? С дальностью у неё, в принципе, всё в порядке. Так, надо её крутить. Надо крутить мощность. Надо крутить настройки. И всё будет хорошо. Естественно, пост-обработка решает многие другие вопросы, которые возникнут в процессе записи, как с любым другим оборудованием. Я не могу сказать, что он сильно плохой. То есть, да, вы сейчас слышите меня. Я слышу даже себя через этот микрофон. И, в принципе, вполне это адекватно звучит. Вполне адекватно передаёт всё. Перефразируя ребят, на которых я пытаюсь равняться, покупайте как можно более хорошие микрофоны. Этот микрофон, на мой взгляд, недостаточно хорош. Я планирую его менять потом на более качественный. Возможно, это будет Behringer. Так же, ну, типа, поддержать линейку. Это не профессиональный микрофон. Как бы ни было написано на коробке, в которой он идёт. И можно пользоваться, да. И, например, если вы ведёте подкаст. И, кстати, возможно, я скоро буду вести один подкастик. Так, я дам знать, если что. Этот микрофон очень хорошо спасает ситуацию. Вот. Но, единственное, конечно, да, он направленный тоже. То есть, вот перед. А вот у него зад. И сзади, естественно, я звучать буду намного более глухо. Потому что гладиолус. Потому что есть перед, есть зад. Не выпинливайтесь. Перед я определяю именно по защёлке на кабеле микрофона. Это довольно забавно. Стойка. Стойка стоит 700 рублей на стол. Это очень удобно. Я взял сразу микрофонную стоечку. Это реально клёво. Это реально удобно. Вот. По крайней мере, большинстве мест, которых вы делаете, если вы диванный музыкант, как я, диванный вокалист, да, то почему нет? Это же клёво. Это очень удобно. Это очень удобно. Вот. И, естественно, как бы одно заточено по другое. То есть, я купил это всё, сразу установил. Так как... Сыпи. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Скоро будет больше коверов. Я работаю над клёвыми коверами, которые в ближайшее время выйдут. Будет невероятно круто. Спасибо большое. И пока-пока.